Задержание, насильные депортации и даже пытки. Правозащитная организация Amnesty International снова обвинила Латвию в жестоком обращении с беженцами и мигрантами на белорусской границе. Но латвийские власти с обвинениями не согласны. Подробности у Юлии Биты. Власти Латвии жестоко обращаются с беженцами на границе с Беларусью. Задерживают, насильно депортируют, доходят до пыток. Такое сообщение опубликовало Европейское бюро правозащитной организации Amnesty International. Ее представитель Нил Мужникс рассказал, что эта информация получена в основном из интервью с самими мигрантами. 17 людей, которые друг друга не знали, которые рассказали одну версию о том, что произошло в границе. Есть дел сейчас перед Европейским судом по праву человека, есть другие исследования, например, Александра Ёлкина, есть информация о неправительственных организациях и есть сами интервью с этими людьми. Напомним, что в Латвии на границе с Беларусью с 11 августа 2021 года действует режим чрезвычайной ситуации. За это время в страны по гуманитарным соображениям пропустили 195 человек. Большинство – граждане Афганистана, Ирака и Ирана. Сколько осталось за госграницей – неясно. В Amnesty International считают, что поток беженцев – недостаточное основание для этого. К тому же из-за ЧС на границу не пускают журналистов и неправительственные организации. Глава МВД Кристопс Экландс не согласен с выводами организации. Говорит, жалоб не поступало. С заявлениями Amnesty International не согласны и в бюро омбудсмена. Бюро омбудсмена было и на границе, и лично встречалось с теми, кто был размещен в центре задержания. И на границе проводило осмотр вместе с пограничниками. Во время наших проверок нарушения прав человека не были констатированы. Кроме того, в докладе международной организации бюро усматривает некоторые несостыковки. Также, когда мы были на месте, и люди в центре задержания упоминали, что их, возможно, подвергали ударам током, при просьбе описать, что это за устройство или что-то еще, этот рассказ был уже гораздо более расплывчатым, что не позволяет полностью доверять этой информации. Впрочем, Amnesty International уверены в своей правоте и утверждают, что такая ситуация не только в Латвии. Напомню, что чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе продлевали уже четыре раза. И сейчас она в силе до 10 ноября. Юлия Бите, РУСЛСМ.